Элла Александровна, вашу за ногу! Вы же обещали, что никаких больше голосований на пеньках не будет! Ни на скамеечках, ни на детских площадочках. Вот избирательная комиссия номер 2223 работала в грузовичке прям с колес. В Ивановской области разрешили голосовать на пеньках. Местный избирком утвердил список участков, среди которых магазины, остановки, детские площадки, футбольные поля и пустырь. Друзья мои, ну, понимаете, уже бессмысленно употреблять словосочетание «пробили новое дно», нужно придумать что-то другое. Прошу вас от всей души, искренне прошу, подскажите, как мне это называть? Что это такое? Выборы Государственной Думы, законодательный орган, который должен принимать законы, по которым мы все живем. С Конституцией покуролесили. Проехали, ладно, уже все, понятно. Они потом сами всячески отрицали. Да не было никаких пеньков, вам показалось. Помните, как у Памфиловой спрашивали? Ну были же пеньки. Они говорят, не-не-не, не было. Александровна, про трехдневное голосование вы уже сказали. На голосовании по Конституции было такое нововведение, как голосование на детских площадках, на лавочках, на пеньках. Вот скажите, пожалуйста, планируется ли на выборах в Госдуму введение в бюджет такой статьи, чтобы для удобства избирателей, для безопасности, открытости избирательного процесса, ремонт новых лавочек, установка, может быть, детские площадки новые сделать? Расскажите за вот. Михаил. Вот он молодец. Он еще год назад спрашивал именно про выборы в Госдуму, которые у нас через недельку предстоят. Ваше имя? Михаил. Как? Михаил. Михаил, вы лично видели голосование сами на пеньках? Да. Прямо на пеньке видели? Прямо на пеньке. Где? Кировская область, город Киров. Могу вам площадку показать, можем сходить с вами. Я не думаю, что это было голосование на пеньке. Вот не может этого быть, чтобы было голосование на пеньке. Я скажу, что вы приняли. Ну, по принципу, не верь глазам своим. Вот фотографии. И год назад, во время голосования по поправкам и обнулению путинскому, этих фотографий было полным-полно по всему интернету. И вот сейчас. Магазины, остановки, детская площадка, футбольное поле и пустырь. Элла Александровна, в Ивановской области. Вам ничего об этом не известно? Об этом всенародном, международном позоре? Конечно же, они очень боятся того, что происходит. Того, как люди собираются прокатить Единую Россию. Суд определил запретить оператору поисковой системы компания Google LLC использовать обозначение «умное голосование» в поисковой выдаче, принадлежащее ей поисковой системе, в качестве одного из ключевых слов поиска. Определение может быть обжаловано в 9-й арбитражный суд, бла-бла-бла. Суд запрещает Google и Яндексу показывать словосочетание «умное голосование». Чтобы, не дай бог, кто-то не посягнул на права Ставропольской компании, которая занимается шерстью, в Уль-Интертрейд. Вот что делает путинская системка. Они приватизировали знак «умное голосование», «Навальновский» знаменитый проект. И теперь, хотя, чтобы люди не могли им воспользоваться, но «Навальновская команда не дремлет», они запустили специальное приложение, которое называется «Навальный». Они собираются людям через это приложение сказать, за кого надо голосовать, за кого не надо голосовать. С другой стороны, начали удалять, требовать удалить это приложение. Якобы оно нарушает какие-то тоже правила или что угодно нарушает, соответственно, пытаются давить уже на приложение. Чем это закончится, неизвестно. Но то, что люди пойдут и проголосуют, и точно не за Единую Россию, для меня это становится все более и более очевидно. Многие говорят, доплевать нам все эти блокировки, захотим и зайдем через VPN-сервисы. Нет. Роскомнадзор начал ограничивать работу крупнейших сервисов, которые предоставляют подобные услуги. ExpressVPN, NordVPN, IPVanish VPN, которые регулярно входят в рейтинги лучших в мире. В сообщениях Роскомнадзора сказано, что использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам. Роскомнадзор помешает вам заходить на те сайты, которые у нас запрещены. VPN-сервисы, они, по идее, позволяют обходить блокировку Роскомнадзоровскую. И вот как на Украине запрещено пользоваться ВКонтакте, у них это санкционная такая соцсеть, так они все скачали себе на телефоны VPN и спокойно используют ВКонтакте без каких-либо проблем. В этот момент VPN это программа, которая заставляет ваш телефон или компьютер думать, что вы заходите в интернет не из Москвы, Брянска или Саратова, а из Бельгии, Швейцарии, Соединенных Штатов Америки. Он подменяет ваш реальный интернет-адрес на какой-то вымышленный альтернативный. Вот эти сервисы теперь будут заблокированы. И VPN-ы в России постепенно перестанут работать. Роскомнадзор, как и вся государственная машина, он очень медленный, он очень неповоротливый, он неквалифицированный. Но он постепенно движется в том направлении, которое задано. И постепенно они закрутят гаечки так, что рыпаться особо не получится. Чем дольше вы сидите и думаете, ох, мы подождем лучшего момента, чтобы начать действовать, тем хуже для всех нас. Появляются мощные антикоррупционные расследования. Помимо того, что на 12 активистов ФБК, которые признаны у нас там запрещенной организацией, вообще она уже не существует, ее ликвидировал Минюст, сами налом вносили на счет Лени Волкова, непонятно откуда взявшиеся сотни миллионов рублей, медицинским фактом является то обстоятельство, что на этот же счет более 36 миллионов рублей перечислили физические лица с паспортами граждан иностранных государств. Их достаточно много. Это донаторы из Украины, Литвы, стран Евросоюза. Есть из Средней Азии республик Закавказья. И ничего специально Кремль не подстраивал, чтобы показать зарубежные источники, как могут подумать скептики. Это были реальные люди, которые платили не разово, а систематически в период с 17 по март 21. Бред сивой кобылы. Дорогие друзья, я прошу прощения, но разве Леонид Волков, как и Навальный, как и Соболь, у меня с ними много разногласий. Политически это вообще люди мне, очень далекие от меня, от моих представлений о мире, о том, как надо выстраивать нам общество и страну. Но простите, они что, чиновники? Они что, из бюджета эти деньги воровали? Какая разница, кто их финансирует? Какая разница, кто их спонсирует? Ну а что? Есть английский канал BBC. Это что, означает, что все, что рассказывает канал BBC, это ложь и пропаганда? Есть американский канал CNN. Это что, значит, все, что рассказывает CNN, это ложь и пропаганда? Да никогда такого не было. Вы по фактам приводите примеры. Вот тут они врут, вот так-то и так-то. Вот тут они врут, так и так. Здесь какая разница? Это что, чиновники, чтобы нам в их декларациях копаться? Вы давайте про единороссов расскажите, про министров. Почему Мантуров зарабатывает по 2 миллиарда в год? Почему Шапошников зарабатывает в некоторые года по 2 миллиарда? Но если ты задаешь такие вопросы, ты идешь под суд, как это случилось с Олегом Шереметьевым, депутатом Мосгордумы от КПРФ, который потребовал, добился начала депутатского расследования по вопросу, откуда председатель Мосгордумы имеет такие доходы. И в итоге он уже не депутат. Он имеет судимость. А это некий архив Кремлебота делает разоблачение на известного левого блогера Егора Иванова. Плохой сигнал. У него бывают разные замечательные выпуски, отличные передачи. И что, простите, рассказывают, как он получал деньги на биткоин-кошелек? Что это огромные колоссальные суммы? Что это по 3,5 миллиона рублей ему отсылали, присылали? Этот человек, который снял тот ролик, он даже не понимает, как этот сайт устроен. Он не понимает, что эти цифры обозначают. Эти цифры не отображают изменение стоимости биткоина того же во времени, как это вообще-то по-хорошему надо учитывать. На данном сайте этого алгоритма нет. Вообще, мочилово левых и в первую очередь КПРФ развернуто беспрецедентно. Тратятся серьезные деньги на создание вот таких шедевров. Якобы это реальная реклама. Посмотрите, послушайте. Что ближе всего к коммунистической идее? Почему Ленин это последователь Христа? Коммунизм это христианство 21 века. Если бы Христос был сегодня жив, он поддержал бы манифест коммунистов. Кодекс строителя коммунизма основан на... Ну то есть понятно, что это основано на недавней неосторожной фразе Зюганова, который объявил Христа первым коммунистом и за это ухватились сразу же. И вот, пожалуйста, якобы КПРФ само себя так рекламирует. Ну дослушаем до конца. ...проповеди Христа. СССР. Главный христианский эксперимент в истории. Построение царства небесного на земле – дело коммуниста Ленина. Геннадий Зюганов сможет повторить успех Ленина и Христа. Голосуем за сильную святую социалистическую... То есть понятным делом, что для коммунистов, для социалистов, многие из которых придерживаются атеистических воззрений, сами слова «святая социалистическая Россия» – это чересчур, это вызывает тошноту. С другой стороны, верующие, которые слышат, что Зюганов повторит успех Христа... Что? Кто может повторить успех Христа? Сосшествие в ад и воскресенье – это тем более вообще оскорбление чувств верующих. Понятно, что это не настоящая реклама КПРФ, но ее будут сейчас крутить везде, где только можно и нельзя. Готовьтесь, ребята, готовьтесь разъяснять вашим друзьям, коллегам, знакомым, что это не настоящая реклама коммунистов. Или вот, пожалуйста, крупнейший кремлевский телеграм-канал Низыгарь пишет. Помнится, в сериале «Бригада» был такой смешной предвыборный лозунг. Братва рвется к власти, но реальность, как всегда, опережает самые смелые фантазии. Коммунисты, которые в предвыборных обещаниях рисуют светлое социалистическое будущее, сильную справедливую страну и счастливых людей, на деле замазаны в капитализме по самое не балуйся. Вот логику, друзья, учу, как разбирать подобные тексты. Вот капиталистам вообще наплевать, что кто-то капиталист. Капиталисты друг к другу относятся совершенно спокойно, совершенно нормально. Говорить о том, что КПРФ завязано в капитализме по самое не балуй, и якобы это плохо, это статья, это разоблачение направлено исключительно на людей левых взглядов. И посмотрите, какой большой текст этому посвящен на самом крупном, около кремлевском телеграм-канале «Низыгарь». Вот давайте просто сделаем проверочку. Введем «Низыгарь». Как много здесь было статей про КПРФ вот только за последнее время. С упоминанием КПРФ. Вот возьмем за последний месяц. Я снимаю этот ролик 8 сентября, не знаю, когда удастся его выложить. За последний месяц, начиная с 8 августа. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вы сами видите, примерное количество, несколько десятков, около 50 публикаций было с упоминанием аббревиатуры КПРФ. Теперь вводим сюда, например, «Справедливая Россия за правду». Сейчас у них аббревиатура из четырех букв «СРЗП». Сколько таких будет публикаций за месяц? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать. Друзья, раза в три меньше. Ну-ка, давайте-ка, ЛДПР. ЛДПР. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Примерно в половину меньше, чем про КПРФ. Может быть, Яблоко, известные либералы-бузатеры, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, ну, около пятнадцати. И причем, я вас уверяю, большинство сообщений, где фигурирует Яблоко, ЛДПР и Справедливая Россия, это всего лишь общие обзоры о социологических опросах, за кого люди собираются голосовать, не собираются голосовать, статистика. И там перечислены все партии через запятую. Конкретно долбят, разоблачающие расследования, постоянно публикуются по всему телеграмму, рассыпаются за большие бабки. И именно про коммунистов. Как вы думаете, почему? Единороссы тем временем рассыпаются в подачках, а аттракцион невиданной щедрости от Сафеда. Там предложили освободить россиян от налогов при сдаче бутылок. Даже наши внуки будут помнить об этой славной победе. То есть если сейчас бабушки и дедушки, которым не хватает еды, и у которых гордость не позволяет собирать мелочи на станциях метро и на перекрестках, они идут, собирают бутылки. Оказывается, даже с этих бутылок они сейчас платят налоги. Правительство поддержало инициативу Единой России об отмене техосмотра. Автомобилистов освободят от бремени расходов на техническое освидетельствование их железных коней. Я неоднократно высказывался, что я против этой инициативы. Технические средства, такие серьезные, как автомобиль, должны регулярно осматривать. Четко должна быть информация о том, работают у них тормоза, рулевое управление, все ли нормально или нет. Мне многие автолюбители написали, Павел, ты не прав. На самом деле, это все равно техосмотр не работал. Значит, техосмотр это всего лишь возможность выбить взяточку. Поэтому мы отстегиваем. Автомобилисты очень рады того, что их освобождают от техосмотра. Простите, если система работает плохо, нужно ее ремонтировать. Нужно бороться с коррупцией, получается. С другой стороны, неужели вы думаете, что Единая Россия и доблестные гаишники, ГИБДДшники и замечательные сотрудники самых разных инстанций откажутся от ваших денег? Если в этом месте они решили сэкономить, поверьте, платные парковки, всевозможные штрафы, фото-видео фиксация и все что угодно, они срубят с вас эти деньги. Ну и что вы как маленькие-то? Не бывает от Единой России подобных подачек. Они не могут поступиться ни центом, ни копейкой. Они обязательно свое с вас состригут. Журналисты и блогеры заметили, как в последнее время большое количество новостей атакуют какие-то странные комментарии, которые всем довольны, довольны просто от души. Держитесь, ребята, я с вами. Иногда у нас в стране такая дичь творится, просто жесть. Трагедии случаются каждый день, надо их пережить. Жуткие вещи. Надеюсь, что все будет хорошо. Обычно люди пишут совершенно другие комментарии. И главное, смотрите, все как на подбор, без аватарок. Вместо аватарки у них изображение фотоаппарата. Рядовка обнаружила очень странную бот-атаку новостных сообществ за 10 дней до выборов. Пустые страницы, отсутствие аватарок, одинаковые комментарии в стиле стереотипных одноклассников. Армия ботов пишет примерно по одной схеме. Какая жуть, но все будет хорошо, ведь мы переживем. Короче, потерпите, ребята. Вчера подобные комментарии заполонили сообщество многих средств массовой информации во ВКонтакте. Фейковые аккаунты чаще появлялись под плохими новостями и не очень практично поддерживали народ. Цель их непонятна. Или поднять общий настрой перед выборами, или выполнить странное поручение секты. В это же время международный скандал. Про кремлевские боты массово комментируют публикации зарубежных СМИ как минимум с 2018 года. А российские медиа делают из этих комментариев новости в поддержку России и президента Владимира Путина. К такому выводу пришли ученые из Британского Кардивского университета, сообщает BBC News. Согласно их исследованию, боты были замечены на сайтах 32 известных изданий в 16 странах. В Британии, США, Франции и Германии всего исследователи насчитали 18 русскоязычных материалов о захвате Кабула и еще 242 материала на другие темы, созданные на основе якобы фейковых комментариев. Я последние несколько дней в сообществе провожу аналогичные исследования. Нравится ли вам Лавров, кому-то нравится, кому-то не нравится. Нравится ли вам Кудрин Алексей Леонидович, нравится ли вам Мишустин, нравится ли вам Шойгу. Я хотел посмотреть, сработает ли подобная атака ботами у нас здесь, на ютубе. Потому что в Телеграме боты крайне активные. Это показал беспощадный пиарщик. Они написали довольно пространный текст про Сергея Шойгу, который прочитало примерно 7 тысяч человек. А вот, когда надо было накрутить голоса, якобы Шойгу всем очень нравится, внезапно проголосовало больше 9 тысяч человек. Ботам из Ольгина Шойгу нравится. А речь блогеры подняли вот о чем. Картинка о российской армии, которая нам приносится телевизором и интернетом, говорит о том, что у Шойгу все хорошо. Вот учения, танки едут, стреляют. Вот внезапная проверка боеготовности флота, все плавает. Вот красиво народ на парадах идет, форма, знамена, аксельбанты. Вот видосики из Сирии, спецназ долбит террористов. Вот танковый биатлон, наши опять всех победили, ура. Храм опять-таки, храм красивый. То есть обычную содержательную жизнь армии, успешных молодых и образованных военачальников, сержантов, солдат и матросов, результаты армейской реформы, тоже не заслуга нынешнего министра, не показывают категорически. Показывают обертку Игоря Евгеньевича Коношенкова. И в этом смысле, в таком кондовом, в котором нам дается сугубо односторонняя картинка про армию, у Шойгу все замечательно. То есть ничего не может поколебать этот предлагаемый нам совершенно пластиковый, сиропно-одеколонный, лакированный образ. Образ настолько безжизненный, настолько пустой, настолько забронзовевший в своем собственном величии, настолько неподходящий занимаемому им месту, что такой пиар просто начинает вредить. По сути, вся масштабная картинка современной российской армии создана, увы, не для армии и народа, а как фонд для одного человека, чтобы этот один человек мог продолжать нравиться другому человеку, Владимиру Путину. И вот, собственно, Путин и Шойгу уединяются в тайге. Судя по прозрачному намеку Дмитрия Пескова, министр обороны Шойгу продолжает лоббировать свой мегапроект постройки новых городов в Сибири, а заодно получать необходимый политический пиар через президента. Чем еще можно объяснить такое пристальное внимание прессы к вполне рядовому неформальному релаксу двух политиков? Дорогие друзья, вот это жизнь в Российской Федерации. Вот это подготовка к выборам. Мы снова будем опять наблюдать пеньки, лавочки, детские площадки, все что угодно. Распространяйте информацию. Только вместе мы сила. Все на выборы. Ставьте лайки, делайте репосты. Обнимаю, жму руки. Вместе мы сила, вместе прорвемся. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok